Всегда. Ну что вы? Давайте. Как можно быть не готовым с красивой женщиной, да еще утром, да еще на главном телеканале страны. Какая прелесть. Всегда готовы на самой лучшей, самой позитивной, самой прекрасной программе. Дай бог, чтобы у всех зрителей было такое же настроение, как у меня. Несмотря на дождь, надеюсь, к утру он закончится, и светлый, ну немножко грустный праздник, закрытие фестиваля. Это тот редкий случай, когда я готова молчать. Так красиво то, что вы сказали, я готова молчать. Продюсер Сергей Пудовкин у нас в гостях, уважаемые телезрители, как мы и обещали. Хорошие, самые лучшие люди, в общем, все у нас, самое главное, самое светлое. Сергей, я вот только сейчас встретила одного хорошего артиста, это был Глеб Матвейчук, который вы продюсируете. Ну и знаете, как принято у людей, хорошо знакомых, я говорю, ну скажи, скажи мне что-нибудь про Сергея Пудовкина. Ну то есть, когда я говорю, скажи что-нибудь, имею в виду очень хорошее, а он мне говорит, да нормальный мужик такой, ты знаешь. Я говорю, все, спасибо большое. И все, это же такое целое понятие. И самое главное, что я про это и читаю. Ну вот, а как вы относитесь к тому, что говорят, артиста куда ни целуй, везде плохо? Знаете, как в любом деле и в любой профессии есть и такие персонажи. Не исключено, что их большинство, но мне в этом смысле, как я надеюсь, хватает ума и таланта все-таки выбирать. И в том числе профессиональных, голосистых, талантливых, очень самобытных. Но в то же время, как ни странно, умных людей, знаете, строить бизнес или какие-то творческие планы, или реализовывать какие-то творческие идеи с человеком заведомо конфликтным. И все время испытывать вот эту вот ситуацию там разборок или какого-то выяснения отношений, ну это не для меня. А если бы он был очень талантливым? Очень? Вот не знаю, Высоцкий прям. Ну, вы знаете, ну, во-первых, тут, наверное, надо встретить Высоцкого, чтобы об этом говорить. Дело даже не в этом. Я, знаете, могу уже вот к своему возрасту и к тому, что я сделал в жизни, абсолютно точно и с полным пониманием этого слова сказать. Я бы, если бы человек был, ну, талантливый или, простите за это слово, на прекрасном телеканале неприятный, я корректно скажу, я бы не стал работать. Я бы, знаете, ну, зачем, зачем вот на берегу усложнять свою жизнь? Для чего? Ну, скажите. Ищите, я вам всегда, вот, я этот, по жизни, и невесты, и жен, и мужей, ищите всегда таких, чтобы потом не было мучительно больно, чтобы потом вот про них не говорить, что они плохие, что там что-то мне не удалось, не состоялось, надо заранее очень тщательно выбирать не только близких людей, я имею в виду, друзей, жен, мужей. У вас так получилось? Третий брак. Не сырые попытки. Да, вот это вот, вот, виноват, тут ничего не сделаешь, действительно. Был опыт и юношеский, потом достаточно взрослый, но, знаете, за счастье нужно бороться. За счастье нужно бороться. А если не сложилось, и, кстати, это имеет отношение к артистам тоже, поверьте мне. Это же семья. Конечно, надо отпускать с чувством уважения, с чувством признательности за какие-то совместные, может быть, там, события, за какие-то совместные реализованные планы, и ни в коем случае не говорить гадости, когда вот это меня всегда поражало в жизни, удивляло, и я не мог понять, ну, когда люди идут в тот же ЗАГС, радуются, целуются, а потом на разводе поливают друг друга неприятными словами, это неправильно. Это неправильно, но так происходит. Ну вот не делайте этого, выбирайте себе заранее, чтобы было все хорошо. Собственно, значит, вы дружите, а не только продюсируете артистов, которых вы продюсируете. А это, ну вот я только напомню буквально телезрителям, то есть есть знатоки вашего творчества, есть люди, которые, не знаю, может быть, только что включили телевизор, наверное, такие тоже бывают. Анита Цой, да, в свое время, директор группы «Нана», «Витас» — это просто феерический проект. Сейчас это Глеб Матвичук, прекрасный совершенно артист, талантливый композитор и певец, в общем, слов нет. А ваш земляк и бесконечно талантливый артист, и прекрасный человек Руслана Левнов, Анастасия Макеева. Он прекрасен, да. Ну вот я вам хочу сказать, что всех этих людей, они очень разноплановые и очень самобытные, и абсолютно имеют свое собственное лицо, никаким образом не пересекаясь друг с другом, ни в одном аспекте, ни творческом, кстати говоря, ни человеческом. Я вам хочу сказать, что их всех объединяет одно качество. Они чрезвычайно порядочные и очень интеллигентные люди. Сергей, скажите, вот вы можете вспомнить какой-то день или неделю, или период, когда вы проснулись и поняли, как клево все-таки, что я продюсер. Вот вам было очень хорошо от того, что вы выбрали эту профессию, и она у вас получилась. Вообще такой яркий, светлый день, проект, не знаю. Нет, яркий, светлый день, знаете, яркий, светлый день у меня связан только с детьми. Вот бог мне в этом смысле наградил, детей много, одни не все там имеют прямое отношение, так сказать, ко мне, но это мои дети, это дети, которых я люблю, без которых жить не могу, и которые наполняют мою жизнь абсолютным счастьем. Если говорить о радости, о каком-то светлом, о настоящем, да. Ну, конечно, может быть профессиональная гордость, профессиональный успех или понимание, что ты там добился какого-то очень большого и очень серьезного результата, но это профессионально, и у меня это никоим образом вот к этому, как вы очень точно характеризовали, какому-то светлому озарению счастья, которое, к счастью, я испытываю регулярно, не имеет. Это только дети, это пожена, это любимый человек, это родители, дай бог, чтобы у всех они были живы, здоровы, и близкие люди. Знаете, вот это действительно наполняет жизнь счастьем, это действительно может стать основой счастья. Когда идет концерт вашего подопечного, большой концерт, вот напоминает ли ваша профессия режиссера, который ходит, думая, как и не так играют актеры, его, знаете, когда они нервничают в кино, это одна история. Как вы это чувствуете? И когда вы не только радуетесь, но приходится краснеть, потому что творческие люди, у них, знаете, тонкая-то душевная организация, кожаоголенные провода, а когда приходится краснеть, и другая сторона, что тогда? Мне кажется, я бы сошел с ума, если бы я краснел еще из-за того, что... Их каких-то проступков, а не живые люди? Нет, 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 но живые люди... Но вы связаны с ними. Нет, живые люди, вы знаете, тут надо понимать, что краснеть, мне кажется, человек все-таки должен, ну, на мой взгляд, наверное, за своих учеников, но вот артисты, с которыми я работаю, они в большей степени мои партнеры. И я не могу назвать свою работу вот работой режиссера, как вы сказали, потому что этот процесс, конечно, присутствует, это огромная составная процесса, но это происходит до концерта. Потому что я абсолютно убежден, на концерте, на мой взгляд, что-то исправлять невозможно. Неправильно. Это уже некий состоявшийся акт творческий, который потом можно комментировать, который потом можно смотреть или что-то в нем менять, усиливать, уменьшать. Но сам концерт, ну, мне кажется, это уже вот как раз та самая бесполезная трата переживаний, которые надо было потратить до. На концерте я хочу получать удовольствие от того, что делает Витас на сцене, И вы всегда получаете удовольствие от своих артистов? Конечно. Всегда? Ну, конечно. Я был бы плохой продюсер, если бы я сказал, что я когда-то расстраиваюсь, или мне это не нравится. Это не значит, что нет ошибок. Ну, конечно, они есть у любого нормального, живого, а мы еще все живые ребята. У вас как-то превалируют теперь артисты, Глеб, а девушки, а группы, или девушки более капризные и ненадежные в этом смысле? Нет, 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 ну, дело в том, что Настя Макеева, она в большей степени... Актриса. Да, она актриса, и, знаете, там, другая, немножко другой профиль. Приволит, да. Она ведущая, да, она ведущая, там, многих программ, она ведущая на телеканале РТР, она ведет массу программ, массу новогодней огоньки, большие гривлевские программы. Но это же она захотела петь. Ну, это мы вместе пришли к такому решению, что это интересное, может быть, давай попробуем, интересное такое сочетание, если в каких-то концертах ты не просто будешь как ведущая, но еще будет номер, например, там, с Игорем Николаевым или с Маршалом, или какие-то с Юрием Антоновым, чем я очень горжусь, он крайне редко допускает дуэты. Ну, когда он послушал Настю Макеева, сказал, вот с ней, с этой красавицей, я буду петь. Здорово. Вот это вот для меня какая-то грань интересная, но сказать, что Настя Макеева там планируется с каким-то сольным эстрадным концертом, конечно, нет. Но у нее есть творческие вечера, где она как актриса, как певица, как артистка, сыгравшая огромное количество мюзиклов и киноролей, принимает участие в таких программах. А если ваша маленькая дочь, я просто как-то видела то, от чего вы получаете удовольствие. Совершенно светлую картину мира. Да. В одном теплом городе на море вы ужинали со своей прелестной дочерью. Ей 5 или 7 лет как-то на вид. Сейчас, полседьмого. Полседьмого, да. И это была такая прелестная, спокойная картина мира. А вот если она захочет петь, вы исполните любой ее каприз? Ну, я при всей своей любви к детям никогда капризов не исполняю, исполнять не буду абсолютно. И, знаете, я не буду ни отговаривать, ни поощрять. Вот если человек, мне кажется, это самые толерантные, самые правильные позиции, в том числе и как отца. Если ребенок чего-то хочет, то в первую очередь он должен делать шаги самостоятельно к этому и сам добиваться. Но если будет нужна поддержка, помощь, ну, конечно, она будет нужна. Ну, конечно, да. Конечно. Это был хороший отец, хороший продюсер, просто человек, который любит своих артистов и абсолютно уверен, что они талантливы и счастливы, и мы их обожаем. Спасибо большое и за Глеба Матвеевича, и за Витаса, и за всех артистов, и вообще за то, что вы были удивительно пунктуальны, удивительно человечны, вообще в каких-то простых проявлениях. Сергей Пудовчик. Спасибо. Спасибо. Спасибо.